Привет, это я. Меня зовут Артём, и сегодня я расскажу тебе, что такое мода, почему её не стоит путать со стилем и какая она в принципе бывает. Но перед началом ролика я хочу всех поблагодарить за две тысячи на канале. Вас всё больше и больше, и я спешу напомнить, что на 10 тысяч подписчиков я обязательно устрою конкурс. И, конечно, извиняюсь, что затянул с очередным видео. У меня сейчас сдача и защита диплома в процессе, поэтому голова прямо кипит. В ближайшие две недели постараюсь всё решить и радовать вас почаще, уже, кстати, роликами на камеру. Так что обязательно ставь лайк и подписывайся, если ещё этого не сделал. Сань, врубай интро! Итак, что же такое мода? Я намеренно не буду закидывать тебя сухими энциклопедическими терминами, кучей имён и дат, которые всё равно невозможно запомнить. Важно ведь, чтобы ты суть уловил, верно? Так вот, в двух словах, мода — это совокупность временных вкусов и запросов в обществе в какой-то момент. Она объединяет в себе все самые поверхностные и кратковременные изменения за определённый период. Поверхностные в данном случае не значит глупые или бесполезные. Это значит, что все эти изменения — буквально вспышка. Они проходят так быстро, что не успевают прочно зацепиться и через какое-то время совершенно исчезают. Так вот, если мода — это прямо пожар, которым может быть охвачена целая эпоха, как, например, мода на хиппи или панков, то изменения вспышки — это тренды. Помнишь, я недавно делал видео про тренды 2019 года, где я рассказывал про жилеты и приталенный силуэт? Почему это именно тренды? Потому что через год-два никто про эти жилеты уже помнить не будет, ведь актуальным станет что-нибудь совсем иное. В общем, мода — это понятие более глобальное и серьёзное, в то время как тренд — это его составляющая. То есть, например, в 18 веке никто не стал бы носить кожаные мини-юбки. Но в 21-м, когда мини-юбки являются нормой, вполне могут стать популярными и кожаные. От стиля же мода отличается именно тем, что имеет свойство постоянно меняться. Кстати, я тут у Серёги Флекса в ролике рассказал, что же такое стиль, так что обязательно зайди и чекни. А теперь вторая интересная вещь. Почему иногда моду так сложно понять и для кого вообще все эти дизайнеры стараются? Буквально на днях в одном из пабликов ВК про моду наблюдал очень смешную ситуацию. Группа получила Прометея, тот самый огонёк, и стала чаще появляться в рекомендациях пользователей. К чему это привело? В комментах объявились сотни женщин далеко за 50 с возгласами «Чё эти пугало делают в моём контакте? Экипозор, уничтожают Россию!» Смешно-то смешно, но почему люди так реагируют? Причина всего одна. Мода бывает разная. Есть два основных её понятия. Это претапарте и от кутюр. Чем же они отличаются? Претапарте — это повседневная одежда, производимая большими партиями и продающаяся или в маленьких магазинах-бутиках, или в крупных универсальных магазинах. Условно говоря, практически всё, что лежит в том же ЦУМе, это претапарте. А вот одежда от кутюр — это именно то, что заставляет пенсионерок из Челябинска плеваться в сторону всей этой вашей моды клоунской, потому что, как правило, именно экземпляры кутюрных коллекций выглядят максимально авангардно и вызывающе. Конечно, не всегда это выглядит странно. Главная отличительная черта одежды от кутюр — всё же эксклюзивность. Многие вещи могут быть созданы в одном единственном экземпляре. Итак, давай подведём небольшой итог. Мода — это временно. Тренды — это мгновение. Претапарте — это приземлённая мода для массового потребителя. А вот от кутюр — это всё самое смелое и дерзкое, что можно увидеть на показах. Надеюсь, этот ролик помог тебе немного разобраться во всей этой терминологии. Как и всегда, спасибо за просмотр. Ставь лайк, делись своим мнением в комментах и обязательно подписывайся на канал. Скоро увидимся. Пока! Субтитры подогнал «Симон» и «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...